Привет! Hello! Good morning! Всем тем, кто смотрит урок утром. Good morning! Доброе утро! Good afternoon! Всем тем, кто смотрит урок днём. Good afternoon! Это добрый день. Good evening! Добрый вечер всем тем, кто смотрит этот урок вечером. My name is Светлана Куликова. Это уроки английского языка со Светланой Куликовой. Давайте вспоминать, какая тема у нас была на предыдущем уроке. Тема предыдущего урока была мой дедушка-космонавт. Так мы вам так и не сказали, как же будет по-английски мой дедушка-космонавт. Скажем это сейчас. А может, сказали. А может, и нет. Неважно. Мой дедушка-космонавт. Как будет дедушка по-английски? Начинаем с дедушки. Дедушка. Итак, как же будет дедушка? Хорошо, подсказываю. Вспомним сначала, как папа будет. Папа. Father. Father это папа. А дедушка это большой папа. Английский язык очень логичный. Дедушка у них большой папа. Итак, grandfather. Grandfather это дедушка. Мой дедушка. Мой. Как я вам говорила, они перепутали о и а. Получается my. My grandfather is a cosmonaut. Не забываем по-английски мой дедушка-космонавт. Будет мой дедушка-есть космонавт. Не забываем вот этот глагол быть. По-английски to be. И нужно ему придать определенную форму. Дедушка это он. Это he. А с he дружит из. Из для единственного числа. Из для единственного числа. Кроме I. Я думаю, что вы помните. Давайте теперь скажем про бабушку. Моя бабушка. Кто у нас бабушка? Моя бабушка-парикмахер. У нас же было это слово-парикмахер. Давайте повторим его. Моя бабушка-парикмахер. Но сначала бабушка. Как бабушка будет? Также большая мама. Мама-mother. А бабушка-grandmother. Grandmother-это бабушка. My grandmother is... Есть. My grandmother is a hairdresser. My grandmother is a hairdresser. Это моя бабушка-парикмахер. Я помню, вашим домашним заданием было рассказ... было рассказать про свою семью. Но так как у нас нет обратной связи, я не могу сказать, кем являются ваши бабушки, дедушки, родители. Давайте я буду угадывать. Давайте скажем, что... Рано говорить о юристах. Что еще мы забыли? Is. My brother is... А вот теперь юрист. A lawyer. My brother is a lawyer. Давайте скажем, что моя сестра... My sister... My sister is a cook. My sister is a cook. Теперь давайте скажем не про ваших брата и сестру. Давайте скажем про его, про их, тоже кого-нибудь. Например, их дочь студентка. Как будет их? Сложное слово? Да нет, не очень. Вспоминаем какую-то они. They. They – это они, а their – их. Итак, их дочь... Кто там она у нас? Студентка. Their daughter is a student. Their daughter is a student. Давайте скажем, что их сын... Нет, не их сын. Ее сын. Учитель. Как будет ее? Her. Her – это ее. Her son. У нас сын, у них son. Her son is a teacher. Я учитель. Помогите мне перевести, пожалуйста, это предложение. Я – учитель. Я. I. I am a teacher. I – дружец М. I am a teacher. Давайте скажем, что вы студенты. You are students. You are students. Помните, я вам обещала рассказать про артикли. Мы то употребляем, то не употребляем. Я вам говорила, вот перед единственным числом, если говорим, допустим, я студент. I am a student. Артикль Э – употребляем. Когда мы говорим, вы студенты. Студенты – множественное число. Артикль Э – не употребляем. Давайте, наконец, разбираться, когда употребляем, когда не употребляем. И какие есть артикли в английском языке. И вообще, что такое артикль? Вы знаете? Прежде чем записывать в своей тетрадке тему артикли, давайте отвлечемся немножко на пополнение словарного запаса. Это же нужно, это же важно. На том уроке мы проходили с вами родственников, да, как будут родители, как будет дочь, брат и так далее. Но мы не всех родственников упомянули. Итак, давайте запишем сегодня тех, кого забыли, иначе они обидятся. Давайте, первое слово записываем. Анкл. Анкл – это дядя. Анкл читается. Смотрите, помните, я вам говорила, что и на конце, если слой больше, чем один слог, она не читается. Анкл. Анкл. Буковка Ю, ну, бывает вот так, что она читается как А в закрытом типе слога. Но, наверное, сегодня я вам не буду рассказывать про закрытый тип слога. Анкл. Анкл – это дядя. Запоминаем. Анкл – дядя. Тетя. Ант. Ант. Долгое А. Ант. Вот эта вот буковка Ю здесь не читается. Ант. Ант – это тетя. Анкл – дядя. Ант – тетя. А вот это что за слово? На что же оно похоже? Оно похоже на племянницу. НИС. НИС – это племянница. Произносится долгое И. НИС. НИС. НИС – племянница. А вот это слово, раз это племянница, ну, наверняка племянник. НЕВЮ. НЕВЮ. В принципе, можно еще произносить как НЕФЮ. НЕФЮ я, наверное, не слышала в своей жизни. Больше как НЕВЮ, но знаю, что оба варианта правильные. НЕВЮ. 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 НЕВЮ – племянник. НИС. Это что за слово? Кто это? ХАЗБЕНД. ХАЗБЕНД. ХАЗБЕНД – это муж. ХАЗБЕНД запоминаем. А вот под словом ХАЗБЕНД идет УАЙФ. УАЙФ – это жена. Очень легко запомнить это слово, но чем-то напоминает Wi-Fi. Но это, конечно, не Wi-Fi, а wife. Но если мы будем помнить, что wife похож на Wi-Fi, мы никогда не забудем это слово. Wife – это жена. Инженер – это инженер. Инженер – это, конечно, не наш родственник и не член нашей семьи. Мы просто добавили сюда вот в этот список две профессии. Инженер – это инженер. И последнее слово. Тоже не родственник, тоже профессия. Accountant – это бухгалтер. Есть слово count – считать. Вот оно вот, вот так вот пишется. Count – это считать. Бухгалтер что делает? Count – считает. Поэтому бухгалтер будет accountant. Давайте повторим вот эти вот все слова. Вы их записали? Надеюсь, что да. Теперь повторяем. Племянник. Где здесь племянник? Невью. Невью – племянник. Дядя. Первое слово. Анкл. Племянница. Низ. Где здесь низ? Низ. Низ – это племянница. Жена. Wi-Fi. Wife. Wife. Wife – это жена. Муж. Husband. Муж – это husband. Какое мы слово не назвали? Тетя. Aunt. Вот здесь вот тетя. Aunt. Родственников перечислили. Теперь давайте произнесем инженер. Конечно, мы все здесь видим инженера, да? Почти как по-русски. Но давайте его произнесем правильно. Инженер. Инженер. Инженер – это инженер по-английски. И бухгалтер. Считать. Count. А бухгалтер. Accountant. Accountant. Accountant – он count. Бухгалтер – он считает. Accountant. И теперь, наконец, артикль. Пишите, пожалуйста, в своих тетрадках тему артикли. Артикли. В русском языке артикли нет. Поэтому это немного для нас сложно. Итак, смотрите. Два артикля есть в английском языке. Артикль the и артикль e. Нарисуйте себе вот эту вот табличку. Единственное число. Множественное число. Артикль the. Артикль e. Артикль the есть. И в единственном числе, и во множественном числе. Артикль e только в единственном числе. Вот поэтому мы говорили You are students. Вы студенты. Студенты множественное число. И мы не употребляли артикль e перед студентами. Мы говорили I am a student, but I am not a student. Но я не студент. I am a teacher. I am a teacher. Перед единственным числом мы употребляли. А you are students. Перед множественным числом мы не употребляли. Артикль e только в единственном числе. Итак, что же за артикли такие? На русский язык они не переводятся. И тем не менее, мы с вами будем переводить в уме. Артикль the давайте будем переводить как этот. Артикль the это этот. Но вслух никогда не переводите. Никому не рассказывайте, что мы так делаем. Артикль the это этот. А артикль e это один из какой-то. Сейчас все объясню. Смотрите, давайте перейдем к предложению. Это доска. Это доска. Когда мы указываем на предметы, говорим это доска, это стол, это лампа, это окно. Мы говорим this is. This is. Конечно, если предмет один. Когда много предметов, будет this. Подсказывайте. А. Конечно же, а. Потому что много со множественным числом is уже не может быть. Итак. Это доска. This is a black boat. This is. Это есть. Это есть. This is a black boat. Это доска. Это есть доска. Смотрите, почему мы употребили артикль e. Давайте докажем, что артикль e действительно должен здесь стоять. e, а не the. Давайте подбирать слова. Это эта доска или это какая-то доска? Одна из. Давайте подумаем. Это или какая-то? Это эта доска? Это какая-то доска? Скорее всего, это какая-то доска. Но не может быть, что это эта доска. Нет. Это какая-то доска. Когда мы указываем на предмет, мы говорим это карта, это лампа, это стол, это маркер. Поэтому мы говорим, это какой-то маркер, Это какая-то лампа, это какое-то окно. То есть мы называем просто предмет, а не говорим про конкретный, вот этот вот предмет. Поэтому здесь подойдет артикль «э». This is a black boat. Black boat – это доска. А теперь давайте переведем к предложению. Доска белая. Доска белая. Вот это предложение у меня написано здесь. The black boat is white. The black boat is white. Конечно, у меня предложение очень получилось интересным. Черная доска есть белая, потому что black boat – классная доска, по-английски будет черная доска. У меня получается, что черная доска белая, но также интереснее. Хотя, в принципе, слово black можно отпустить. Можно сказать the boat is white. Тем не менее, мы говорим про артикли, а не про black and white. Смотрите, здесь артикль «the». Давайте доказывать. Это доска черная, точнее, белая, или какая-то доска белая. Нет, какие-то доски, конечно, бывают белыми и черными, но мы сейчас говорим, что вот эта доска белая. Поэтому нам подойдет артикль «the» здесь. Поэтому «the» black boat is white. Вот и вот если, давайте посмотрим дальше. Продолжение следует. Для выбора другого твенкомяя. Продолжение следует...